Вероятно, на дальнюю штангу, но в центр же площади. И у Торпа еще один. Будет точечном футболисте, даже сыгравший за первую сборную, ни разу при этом не выйдя на поле в составе ЦСКА в премьер-лиге. Не то, что на тестат. Сейчас МОК открыть счет в этом поединке. Правда, здесь небольшим рикошетом от ноги капитана Фарерских островов Эрикс Андреса Эриксона. Ну, повезло здесь Фарерцам, конечно. Близко Эрис. Большая футбольная и хоккейная, и вообще спортивная программа. За всем надо постараться уследить. Время горячее. Хорошая подача команды, но пока по-прежнему мечети летят. Вся формуля, она немножко изменилась в этот раз на чемпионат Европы 17-го года. Какая красивая передача. И двое рядом, но вратарь как-то умудрился в окружении трех соперников разобраться. Вот еще два россияне набросились. Блестящая реакция голкипера с близкой дистанции в упор Рамиль шел. Ну, просто надо было в ворот попасть, а не в голкипер. Но от подачи мяч взлетел и снова взмыл свечой. Ну и летит. Из левого фланга передача в штрафную площадь. Вот отскок очень удачный для удар схода Миранчука. Это Ташаев. Под удар еще удар дальний. На мой взгляд, смотрим на повторе, слегка уплыла атака в сторону ворот. И на втором темпе остался один человек. Там комбинировать особенно было ему не с кем. И удар совершенно логичный защитника Вячеслава Караваева. Вот здесь вот мяч он теряет, точнее заставляет его нашу, расположившись вокруг него. И Миранчук, конечно, затейник всех атак практически, но стоило ли вот так? Ты вот уже второй раз пытаешься найти какой-то для нападающих, для игроков, бьющих дополнительный ход? Нет, полагаю, что удары с такой дистанции, с линии штрафной, это правильно? Отставить неприятно, он и в пас. Обыграться с партнерами тоже способен. Какой-то уже критичный. Ну, конечно, немножечко игра выровнялась. Вот здесь коснулся мяча руки. Ничего. Особенно. На игру против Фарер, про которых мы уже часто говорили, рост, вес, габариты. Хороший момент! Доша Едаев забивает. 1-0 забили довольно быстро на 9-й минуте. Смотрим повтор. Хороший навес, нет офсайда. Александр Головин навесил этот мяч. И здесь два наших игроков могли сыграть этот мяч. Вдвоем выпрыгивали перед пустым углом. Важно был вот этот пас, который опять вернулся с этого фланга. А Ева, у нас вот сюда мяч. Он заставил дернуться вратаря. Вратарь не добежал до угла. Вот кто здесь? Это Чернов. Это Чернов. Классный пас. Да правильно. Главный тренер сборной Фарерских островов Билл Яковсен подошел к резервному арбитру и начал ему жаловаться на то, что там и планируется. Можно спросить, да, Сергей? Пробуем выяснить. Подача. Пас на удар штанга. Не повезло. В первом тайме стали разыгрывать угловые футболисты сборной России. А сейчас помощник главного тренера сборной России подсказал, что надо подавать верхом. И, собственно говоря, подача получилась классной. Это Баринов пробивал. Баринов? Действительно не самый высокий из футболистов. Хотя метр семьдесят девять нормальный рост для центрального полузащитника. Здесь главное было, что у него точка была та. Здорово сейчас мяч. В пределах поля Ташаев. Якуба сам будет бить. Рикошет. Непростой. Зона, да, у него так клюнул. Как-то мяч непонятно. Еще раз смотрим. По волнам скакал мяч. Скакнул так прямо перед лицом вратаря. Да, на блинчик был похож он, да? И здесь здорово было все. Как он убрал сначала мяч от защитника. За счет движения на встречном ходу прошел защитника Ташаев. Приостановился. Ищет продолжение. Находит его за спиной у себя. Головин. Отличный пас в штрафную площадь. И замыкает. Вратарь. У фарерцев еще одна замена, судя по всему, готовится. Пытается что-то поменять в игре своей командой. Вильям Якобсен. Мне определенно нравится прогресс Ташаева в втором тайме. Команда с ним действует более цельно. Но вот не хотел. Может быть, имел следующее, что он должен в опорной зоне фарерцев действовать активнее. Здорово направо. Вот здесь прострел и гол. Не просто. Они поменялись. Они поменялись. Вот Алексей Гасилин. Гасилин здесь на этом фланге. Обсайда нет. Там маленький. Ты знаешь, может быть, это даже не обсайд, потому что мяч был на одной линии. Не столько защитник, сколько мяч в момент подачи. Но вот рассмотреть-то непросто. Ташаев. Ну да, конечно, Ташаев. Они поменялись и каждый сыграл по своей позиции. Чем забил Фанюков? Грудью или? Грудью. Ру или живота живота? Ну, корпусом. Тренированный.